Здравствуйте! Вы на канале Приоритеты с юристом-экспертом в сфере недвижимости Евгением Корсакином. Давайте к теме. Давайте разберем вопрос, который мне задали. Каков порядок уплаты бывшим и супругам после развода платежей по ипотеке, оформленной в период брака? Итак, квартира, которая является совместной собственностью супругов, может быть разделена по соглашению между ними, а при наличии спора через суд. И, например, если квартира приобретена с использованием заемных средств, то есть ипотечного кредита, и на момент раздела имущество кредит полностью не погашен, может потребоваться разделение долговых обязательств перед банком по погашению этого кредита и внесению изменений в соответствующий кредитный договор. При этом супруге не вправе своим соглашением разделить долговые обязательства без согласия банка-кредитора. Ссылку на определение Московского городского суда я оставлю в описании, можно подробно ознакомиться. И чтобы получить согласие банка, нужно представить в банк документы, подтверждающие наличие у солидарного должника возможности погашать кредит. Перечень необходимых документов следует также уточнить в банке. Если при разводе квартиры не стоит вопрос об изменении долговых обязательств перед банком, согласие банка на раздел квартиры, в том числе если она приобретена с помощью средств материнского капитала, не потребуется, поскольку права банка, как залогодержателя, не нарушаются, квартира не выбывает из залога, а залогодержатель по-прежнему может осуществить принадлежащее ему залоговое право. Вопрос номер два. Выдел доли в натуре или как разделить имущество между участниками совместной собственности? Итак, раздел общего имущества между участниками совместной собственности, а также выдел доли одного из них могут быть осуществлены после предварительного определения доли каждого из супругов. Если квартира находится в долевой собственности супругов, каждый из них праве выделить в натуре свою долю из общего имущества, кроме случаев, когда выдел доли в натуре не допускается законом или невозможен без размерного ущерба имуществу. Выдел доли в натуре может быть произведен как по соглашению супругов, так и при недостижении соглашения в судебном порядке. Необходимо иметь в виду, что в большинстве случаев раздел квартиры в натуру невозможен без несоразмерного ущерба имуществу, так как отсутствует возможность устройства дополнительного входа в жилое помещение, что, по мнению судов, является основанием для отказа в разделе квартиры. Это указано в определении Московского областного суда, ссылку я также оставлю в описании, можно подробно ознакомиться. В таком случае выделяющийся собственник вправе требовать от второго собственника выплаты стоимости своей доли. Если было полезным, поддержите лайком, подпишитесь на канал, присылайте это видео знакомым. До новых встреч!